здравствуйте друзья с наступлением холодов нужно утеплять джинсы все кто любит джинсы с дырками и носит их летом то зимой в них будет ходить холодно и у меня есть несколько вариантов как из таких джинсов сделать хорошую дизайнерскую вещь посмотрите несколько лет назад но это было еще до того как я стала вести канал я своей дочке джинсы уже утепляла вот разнообразие заплаток несколько лет они относились здесь тоже стояли заплатки но я их удалила чтобы показать вам как можно и дырку оставить и сделать красивую вещь вот еще посмотрите джинсы как я делала закрывала дырки вот смотрите видите получается достаточно красиво и в общем то модно здесь тоже я убрала заплатки которые стояли чтобы показать как можно ликвидировать даже вот такую вот большую дырку давайте сначала поговорим о методах я хочу показать как можно ликвидировать дырки без швейной машинки смотрите здесь я прошивала на швейной машинке но я исхожу из того что не у всех есть машинка а можно сделать также красиво вот допустим смотрите и без машинки и даже вот в данном случае можно сделать без иголки и нитки и итак такие дырки можно ликвидировать с помощью кусков от старых джинсов поэтому никогда не выбрасывайте джинсы которые вы уже относили смотрите можно сделать просто вот так и оставить как есть можно сделать так чтобы вот эти полосочки были вот так а можно сделать если вы любите допустим различные цветные вставки то смотрите вот у меня рубашка джинсовая была это от нее рукав посмотрите какая получится красота если сюда поставить допустим вот такую вот заплатку тогда вот эти вот ошметки можно будет обрезать и очень красиво и оригинально уже смотрится одну из дырок мы заделаем вот с помощью такой заплатки а также можно применить и другие кусочки ткани смотрите очень хорошо подходит ну любой вельвет хоть микровельвет хоть однотонный вот у меня такой вот вельвет с цветочками эдакий деревенский мотив но если мы допустим ставим вот такую вот заплатку или вот такую и сделаем отделку подходящими по цвету толстыми нитками то получится тоже очень интересное решение а сейчас мы сделаем заплатку ну давайте вот на этой дырочке с помощью джинсовой материи я вам покажу как можно очень хорошо прикрепить материю и даже если вы не умеете шить то у вас это все с успехом получится вот посмотрите здесь у меня я специально отклеила то что здесь у меня было и скажу вам что приложила я немало усилий чтобы вот это вот оторвать поддержится очень хорошо джинсы носились несколько лет ну вот я сейчас со всей силы отрываю она не отрывается и смотрите что нам нужно для того чтобы прикрепить нашу заплатку в магазинах там где продается ткань и разные вещи для рукоделия продается вот такая вот вещь она называется клеевая паутинка она бывает абсолютно разной ширины вот смотрите это чуть-чуть шире вот узенькая для моих работ мне подойдет вот это узкая а бывает даже вот такая вот широкая принцип паутинки состоит в том смотрите вот это вот клеевая часть а это бумага которая не прилипает к самой паутинки обычно эта бумага приклеена к паутинке но видите во время сворачивания она обязательно отлетает но это нам не страшно а те что мы должны сделать вот смотрите сначала мы должны наметить где мы будем закрывать нашу дырку вот одна вторая здесь можно даже маленькие можно чуть побольше если одна на другую найдет это не страшно третья и четвертая я беру эту бумагу и накладываю ее той стороной которая была к паутинке приклеена аккуратненько чтобы паутинка не выглядывала из-за бумаги можно взять чтобы вот так не примерять можно взять обычный пергамент и теперь смотрите я утюгом по бумаге по тому месту где у нас разложена паутинка хорошо хорошо глажу пришлось взять пергамент потому что у меня видите вот здесь остались следы этой паутинки которая была и начал пачкаться утюг то есть утюгом ни в коем случае нельзя попасть на саму паутинку но с пергаментом даже будет удобнее я могу разложить сразу несколько и теперь я беру утюг и хорошенечко это проглаживаю утюг надо выставить на максимальную мощность все теперь пергамент я снимаю и у меня остается посмотрите вот здесь клеевой слой его вам может быть плохо видно но поверьте мне что вот здесь находится такая вот а видно сеточку вот такая вот сеточка теперь мы аккуратненько расправляем наши веревочки чтобы они не попали на клеевой слой а дальше нам нужно по размеру вырезать латку латку нужно вырезать такого размера смотрите чтобы она перекрывала слой паутины накладываю нашу заплатку на место где она должна стоять и очень хорошо и тщательно приглаживаю утюгом ну вот и все друзья дырка ликвидирована не стоит пока горячее дергать и проверять на прочность вы это сможете сделать потом если захотите ну и вот что у нас в итоге получилось была дырка стала очень прочное теплое место здесь будет в этом месте даже теплее чем во всех других так как здесь у нас двойная ткань дальше если вы хотите можно оставить принципе дырочка небольшая можно оставить вот эти хвостики как есть при желании вот смотрите я здесь их вообще отрезала то есть вот такая получилась заплатка если у вас будет желание то вы сможете эти хвостики вот так аккуратно разложить и руками подшить то есть ваша задача сделать так чтобы наши хвостики вот лежали вот так вот красиво если вам хочется повозиться то я расскажу вам как это сделать если вы умеете шить на швейной машинке то вам нужно всего-навсего разложить аккуратно вот эти концы и прострочить но будем исходить из того что на машинке мы шить не умеем не хотим или у нас нет машинки смотрите я беру клеящий карандаш немножко это для того чтобы облегчить нам сейчас работу я клею не все только вот эти вот коротенькие которые не хотят ложится на свое место я взяла нитку четко в тон полоскам до того чтобы оставить узелочек на обратной стороне лучше всего под низ подложить какую-нибудь вещь которая не прокалывается и от тело есть Burma 보프 заставка ко мне уж ог смотрите шьем мы таким образом то есть мы каждый раз подхватываем одну полосочку которая не пришита и прошиваем дело муторное так что вы прежде чем шить хорошо подумайте нужны ли вам эти поворозочки ну а вторую дырку принцип тот же самый я заклею с помощью вот этой вот джинсовой рубашки вот я подклеила паутинку в данном случае я взяла более широкую а вот кстати как выглядит с обратной стороны машинная строчка дальше я вырезаю ткань нужного размера определяясь как мне кажется красивее будет так или может быть вот так ну и вот смотрите друзья мои у нас были две большие дырки в которые дул ветер и было холодно внешний вид этой дырки практически не изменился но она стала теплой вот смотрите какая получилась здесь симпатичная заплатка хвосты так они не смотрятся поэтому их можно или оставить в таком виде как есть или немного укоротить что я сейчас и сделаю лучше укорачивать не просто обрезать а вот таким вот образом вы как будто бы филируете потому что тогда каждая ниточка будет своей длины и будет уже смотреться лучше вот видите здесь обрезана не очень красиво вот таким образом укорачивается хвостики ну и вот посмотрите друзья мои что получилось в итоге очень милая и симпатичная дырочка друзья мои если вам интересно как я зашивала вот такие дырки вот таким вот образом то моем следующем видео я покажу как сделать вот такие вот красивые заплатки а на этом будьте все здоровы будьте все в тепле в добре всего вам доброго до свидания ваше время вот видите вот 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 Продолжение следует...